Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Незаконный нефтебизнес. В Волжском районе сотрудники ФСБ задержали банду, воровавшую черное золото. Стучите! Ответят. В Самаре запущен интернет-ресурс, где можно сообщать о всех ЧП в городе. Сердце отдаю детям. Кто лучший педагог доп. образования, определит областной конкурс. Украли нефть на 150 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ задержали банду, которая создавала незаконные врезки на нефтепроводах. Преступники орудовали в Волжском районе области. На нелегальной нефтебазе оперативники обнаружили 5 автоцисцерн, в которых хранилось свыше 100 тонн ворованного сырья. По предварительной оценке, за время существования преступного бизнеса, было похищено около 7 тысяч тонн черного золота. Его продавали по всей стране. Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовного дела. Шланг высокого давления. Длина этого шланга составляет 1,5 метра. Далее этот шланг накручен на трубу. По внешнему виду труба для наклонного бурения. Дальнейшие действия будем производить по устранению данного незаконного приварного элемента. Установка будет ремонтной конструкции производиться. Технологиями везде у нас. Дорога в Самарской области. Почти 100% таможенных деклараций на товары подаются в электронном виде. А документы на бумажном носителе уже стали редкостью. Самарские таможенники предлагают предпринимателям активнее использовать портал госуслуг, который существенно упрощает работу, а также переходить на электронное взаимодействие между таможенными органами при оказании госуслуги. Главное преимущество – возможность оформить документы, не выходя из дома или офиса. Выполнять любые, даже платежные операции на компьютере. Существенно упрощает жизнь на самом деле участников внешнеэкономической деятельности в плане введения реестров владельцев складов временного хранения, таможенных складов и магазинов без пуши торговли. В Самаре запущен сайт для жалоб жителей на городские проблемы. Теперь самарцы могут принимать активное участие в выявлении болевых точек на карте города. Зарегистрировавшись на сайте, можно напрямую обращаться в администрацию по волнующим вопросам. Достаточно просто сфотографировать проблему. Установить геолокацию, написать комментарий, нажать кнопку «Отправить» и заявка будет принята. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии управляющим компаниям поручено отслеживать обращения и оперативно на них реагировать. Назначайте своих специалистов, какие есть у вас, это управляющие компании и отвечать. А потом мне говорили, что мы не знали, не видели. А теперь коротко о других событиях дня. Авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу, снявшему волейболиста клуба «Факел» Александра Кимерова с рейса. Руководство компании считает, что экипаж действовал корректно в соответствии с правилами полетов. Напомним, инцидент произошел 12 марта в аэропорту Курумыч. Спортсмен занял свое место в самолете, но не смог уместить ноги. Его рост составляет 215 сантиметров. Молодой человек обратился за помощью к стюардессе, но та отказала. После перепалки экипаж вызвал полицию. Кимерова высадили из самолета, волейболист добрался до Москвы следующим рейсом. Проверкой инцидента сейчас занимается Куйбышевская транспортная прокуратура. В Самаре-Итальяти орудуют преступники, которые грабят женщин возле крупных торговых центров. Жертвами, как правило, становятся женщины на дорогих автомобилях. Они кладут сумочки на заднее сидение машины, после чего садятся за руль. Преступникам достаточно этого времени для того, чтобы открыть дверь и украсть сумку. Сотрудники полиции предупреждают, чтобы не лишиться своего имущества, сумки с ценными вещами необходимо класть на переднее сидение автомобиля. И не забывать блокировать двери машины, даже когда вы находитесь внутри салона. В Самаре и других городах области хотят возродить санитарно-экологическую полицию. В 90-е годы организация активно собирала самарцев и тольятинцев, штрафы за грязные дворы, немытые машины и отсутствующие урны. Идея принадлежит руководителю департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеславу Лебедеву. Он отмечает, что нынешние полицейские, хотя и могут принимать экологические вызовы, но, как правило, не рассматривают их всерьез. Жительница Самары подозревается в ложном доносе. 42-летняя женщина заявила, что у нее похитили ноутбук и оценила ущерб в 20 тысяч рублей. В краже она подозревает своего сожителя. Однако документов на пропавший ноутбук у женщины не оказалось. Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина невиновен. Более того, по его словам, такого ноутбука у заявительницы никогда не было. После женщина призналась, что решила стал ложный донос, чтобы проучить возлюбленного. В итоге за это ей грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Областной конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» вышел на финишную прямую. В финале встретится 45 конкурсантов. Мероприятие проводится в регионе уже в 13-й раз. Его задача – выявить самых талантливых педагогов, опыт которых может пригодиться другим. В Самарской области центры детского и юношеского творчества работают в каждом городе и районе. Филиалы открыты даже в отдаленных селах. Дополнительное образование сегодня в приоритете. Это стратегическая задача, обозначенная указом президента России, чтобы каждый ребенок в стране мог заниматься в кружках, секциях и творческих мастерских. В финале областного конкурса определят победителей в семи номинациях и лучшего педагога доп. образования 2017 года. Ведь дети, приходя на занятия дополнительного образования, не в обязательном порядке. Они, как говорят, голосуют ногами. Если в общеобразовательную школу ребенок ходит обязательно, хочет он или не хочет, но он должен идти. А вот уже сюда он идет по своему интересу, по своему желанию. И если педагог не показывает ему, не раскрывает, что-то новое не ставит, он вряд ли придет ему. И отсюда и конкурс называется «Сердце отдаю детям». Вагон знаний получат самарские школьники после поездки в Уфу. Почти 200 детей отправились в путешествие по железной дороге в специальном вагоне. У пути им прочитают лекции о столице Башкортостана и обычаях башкер. Проводила путешественников в путь Марина Матвейшина. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самарские школьники готовятся отправиться в путешествие по стране. В этот раз ребята познакомятся со столицей Башкортостана – Уфой. Многие еще ни разу не ездили на поезде, тем более на вагоне знаний. Но заранее предвкушают интересную поездку. Честно, я еще не знаю, так как в таком поезде еду в первый раз. Но надеюсь, что будет очень весело. В Уфу отправится почти 200 школьников. По пути ребята узнают много интересного о городе, в который едут. Заодно познакомятся с работой железной дороги. Это стандартный поезд, который у нас дневные экспрессы, которые ежедневно курсируют между субъектами федерации Привозского федерального округа. В чем и хорошо. Каждый день, пожалуйста, можно не только детям ездить, но и нам с вами. Юные путешественники проведут в Уфе два дня. Дети посетят городские музеи, познакомятся с башкирской культурой. Это путешествие по железной дороге. Это возможность на какое-то время оставить привычную для себя образовательную среду в школе, совершить путешествие по стране, познакомиться с другими городами, встретиться с другими школьниками, увидеть свою страну не через экран телевизора, не через монитор, а именно из окна поезда, а затем своими глазами. Вагон знаний курсирует по железной дороге не в первый раз. Ребята уже путешествовали в Пензу и Саратов. По направлению Уфы идет впервые. Школьникам очень нравятся такие необычные уроки географии, истории и литературы. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События. Музыкант, педагог, организатор, общественный деятель в Самаре прошел вечер памяти Исаев Ишго. Это 22 марта. Исполняется 90 лет со дня его рождения. Он был одним из организаторов Грушинского фестиваля и основателем первой в Куйбышеве музыкально-математической школы. Сейчас это городская гимназия номер два на Беземянке. Там и сегодня действует система Кабалевского, по которой каждый ученик, занимаясь математикой, получает еще и начальное музыкальное образование. На вечер прозвучало предложение присвоить гимназии имя Фешгойта. Но главное, чем занимался Иса Альвович, это создание в Самаре молодежного дискуссионного клуба ГМК-62. На волне оттепели 60-х годов прошлого столетия группа единомышленников основала площадку, на которой свободно можно было высказывать любое мнение. Среди выпускников клуба много успешных общественных и государственных деятелей, вплоть до высшего звена в руководстве региона. Преподаватели, инженера, строители в этом городском. Вот они сначала собирались на скамейчке в Струковском саду, а потом им выделили помещение молодежи. Иса Альвович тогда был 35, наверное, он был самым старшим в этой группе. Кто-то приходил только на мероприятие послушать бардов, послушать еще кого-то, ну, Пестов, на конкурс Шостакович, кто-то на картинную галерею, кто-то на фотографии. Вот я приходил на дисконтный клуб «Колокол». Меня потом, правда, его даже председателем избрали. Вот понимаете, молодежная дискуссия по любой теме, какая вам интересна. И вот люди могут задавать вопросы, выступать, говорить. Это все было открыто, это все было публично. Не футболом единым в Самаре сейчас идет набор волонтеров для участия в параде победы 9 мая на площади Куйбышева. У добровольцев будет много обязанностей, среди которых и самое почетное – сопровождать ветеранов. Кто такие волонтеры победы и как пополнить их ряды, расскажет Андрей Горгуленко. Елена Данилина – постоянный волонтер победы. В этом году она снова подает заявку, чтобы помогать 9 мая на площади Куйбышева. А в 2015 году Елену удостоилась чести представлять самарских волонтеров на главном параде страны в Москве. Это незабываемое впечатление, об этом я буду рассказывать своим детям, внукам. Эту мощь нужно испытать только на себе. И очень здорово, что вот такая возможность отправиться на Красную площадь в Москву, на военно-морской парад в Севастополь. Есть у каждого. Стать волонтером победы может любой желающий старше 18 лет. Для этого нужно заполнить заявку на сайте волонтерыпобеды.рф. Поехать в Москву или Севастополь от региона смогут 5 человек. А вот в Самаре на параде будут работать 500 добровольцев. 200 человек будут помогать ветеранам на трибунах, на КПП. А остальные будут сопровождать бессмертный полк. Традиционно с волонтерами мы обязательно проводим общее собрание и рекрутинг. На общем собрании мы рассказываем, как, что и почему нужно будет делать. И проводим дальше рекрутинг с волонтерами, чтобы понять, на какой позиции он сможет быть. Прием заявок продолжится до середины апреля. А к 1 мая будет сформирован полный список волонтеров, которые помогут в проведении парада победы. Андрей Грагуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Россия-24» глава Самар Олег Фурсов ответит на вопросы самарцев. Речь пойдет о решении актуальных городских задач. В преддверии сезона генеральной уборки будут затронуты темы, касающиеся городского хозяйства, благоустройства, экологии, дорожного ремонта и транспорта. Свои вопросы можно оставлять уже сейчас на сайте tvsamar.ru в разделе «Гостевая». Звонки в студию принимаются по телефону 926-0480. И вот о каких событиях мы расскажем в следующих выпусках. Чистота – залог комфорта. Общественный транспорт перед выходом в рейс обязали проходить банные процедуры. Каштаны и березы вместо старых тополей Самара обновляет парки и скверы. Коллективная молитва. В 26-й колонии строгого режима для мусульман открыли молельную комнату. На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова